Долги перед СССР Выделили деньги на новую трамвайную ветку в Новосибирске. Сколько зарабатывают чиновники и какой инновационный метод борьбы с сосульками предлагают инженеры. Подробнее расскажем прямо сейчас. Долги перед СССР С учетом всех факторов Банк России все же снизил свой прогноз по инфляции в этом году с 5-5,5% до 4,7%. Регулятор по-прежнему ожидает, что годовая инфляция вернется к цели в 4% в первой половине 2020 года. Если ситуация в экономике не ухудшится, то Банк России, возможно, снизит ставку уже в этом году. Тем временем зарплаты чиновников за год обогнали темпы инфляции. РБК опубликует данные Новосибирскстата. Всего в регионе работает около 16 тысяч госслужащих. Их заработки в 2018 выросли с 10 до 26%. Больше всего выросло жалование у региональных чиновников сразу на 26% по сравнению с 2017 годом. И сегодня в среднем составляет больше 62 тысяч рублей. У федеральных, тех, кто работает в Новосибирской области, скромнее. На 10% рост и средний заработок 45,5 тысяч. Сотрудники органов местного самоуправления в среднем зарабатывали 34 тысячи рублей, что на 10% больше, чем год назад. Отмечу, что инфляция в прошлом году в России составила 4,3%. А вот рядовые россияне стали реже ходить в кафе и чаще заказывать еду на дом. Причем средний чек за обеды в интернете и в ресторане сравнялся. Такие данные приводят аналитики компании Нильсен. Они опросили 1200 человек. И вот что узнали. Россияне тратят на еду онлайн столько же, сколько в ресторане. По 1250 рублей. Хотя, по данным аналитиков РБК, за последние два года большая часть россиян стала сокращать расходы на питание, заказывать меньше еды и напитков и переходить на более дешевые заведения общепита. Основная причина активного роста популярности еды через интернет – рост цен, считают эксперты, а также желание сэкономить время. Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, где по статистике за прошлый год наблюдается прирост мигрантов. Всего же по СФО уболь на 29 тысяч человек. Больше всего в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае. В сибирской столице за прошлый год стало на 8 тысяч мигрантов больше. При этом по статистике реже стали приезжать из Таджикистана и Узбекистана, а чаще из Казахстана. Также эксперты отмечают, что трудовая миграция снижается, а учебная уверенно растет. Увеличится в столице Сибири количество маршрутов. На строительство новой трамвайной ветки власти выделили 32 миллиона рублей, сообщает НГС. Она соединит станцию метро «Золотая Нива» и будущий автовокзал на Гусинобродском шоссе. Деньги пойдут только на проектно-изыскательские и работы по освобождению земельного участка, сообщает в департаменте транспорта. Сейчас новое здание автовокзала на Гусинобродском шоссе строится. Его планируют запустить этой осенью. Систему госзакупок избавят от излишнего регулирования и упростят на всех этапах. Законопроект готовят в Министерстве финансов и рассчитывают его принять до конца года. Российская газета приводит слова директора департамента бюджетной политики Минфина Татьяны Демидовой. В планах упростить планирование госзакупок, исключить неактуальные способы закупок, останутся только аукцион, конкурс и запрос котировок, и максимально сократить сроки их проведения. Цитирую. Это будет комплексный законопроект. Он затронет все этапы закупочных процедур, начиная с планирования, заканчивая заключением и выполнением условий контракта. Основная задача – сделать процесс планирования закупок более гибким. И напоследок. Челябинские инженеры изобрели инновационный способ борьбы с сосульками, сообщает СИБ Новости. Специальное устройство имеет форму металлической ленты, которую можно закрепить на всю площадь крыши. Благодаря нагреву снег будет мгновенно таять. Конструкция не горит, не ломается и управляется при помощи гаджетов, а также тратит мало энергии. Проект представили на региональном этапе всероссийского тура по поиску перспективных стартапов Open Innovation Startup Tour. На этом все новости. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова